Втыкаешь и покатило, и ты просто там, как бы сорвался на крик, вот этот вот скачок в окавере, это вот, ну, просто хаваешь весь драйв. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт, наша рубрика Дергачев Обзор, и сегодня мы будем говорить опять о скриптоните, причем не просто так будем говорить о скриптоните, а по вашим многочисленным просьбам. Но прежде чем мы перейдем к скриптониту, мне бы хотелось Тима, сегодня у нас Тимур Леухан, его вы помните, то есть человек, который на самом деле очень много всего наговорил интересного, но мне из всего, что ты наговорил, мне больше всего в прошлый разговор заполнилось слово то ли мультиплицитность, то ли мультизадачность, нет-нет, что-то такое. Я не помню. Ну, что-то ты сказал, что он не, а, мультиплицирует, то есть он не удваивает, а мультиплицирует скриптонит, ну вот. Ну, я не помню. Ну, вот я тебе говорю, Тима, у тебя день рождения прошел, день рождения твоего не так давно, то есть по нашим меркам записи вообще вчера, вот, поэтому вот у меня к тебе маленький есть такой подарочек, посмотри. Подарочек. Это книжка, да? Так, книжка называется «Джон Кейдж». Джон Кейдж, вау, вау. То есть он просто, прям даже автор, да? Или про него? Нет, это автор, это как раз вот те короткие-короткие его лекции, когда он читал то, что должно было сыграть вот за это время. Слушай, ну, вау. Вот, ну, поскольку Тимур Тлеухан у нас композитор известный, камерный, вот, то есть вот от книга другого композитора. Ну, это прям в точку вообще. Конечно, это один из кумиров 20-го века, авангардной музыки, который просто перевернул, ну, наверное, вот уровня Пикассо. Это супергерой авангарда, причем он стоял в какой-то естественной конфронтации ко всем известным авангардным течениям. Я даже не знаю, наверное, только Америка могла породить такую фигуру. Ну, вот, в живописи Инди Ворхол. Это, конечно, все очень за уши претенды. Ну, Джон Кейдж, конечно, мое становление проходило как раз, когда здесь через дорогу в концертном зале приезжали там Глыбы, Любимовы и прочие суперзвезды играли музыку. Потом я с Пекарским исполнял пьесу, разумеется, много раз. Потом, знаете, я когда был в Европе по композиторской стипендии и ходил в здание издательства «Петерс», там висел его огромный портрет. Давай для того, чтобы народу было понятно вообще, о чем речь, что самое известное вот про этого человека, это вот эта самая минута тишины, да? 344 вообще. Да, вот расскажи, пожалуйста, коротко, что это такое? Ну, самый распространенный штамп, когда про эту музыку говорят, что это черный квадрат в музыке. Да. На самом деле, Кейдж, переосмысливая вообще весь язык и весь инструментарий, партитура, которую, кстати говоря, я ждал, будучи одним из медиатов самого издательства, и это издательство, эту партитуру издает, на нее очередь. Я ее ждал месяц. И когда я получил, партитура представляет себе чистый лист, и посередине идет вот черная линия такая. По всем этим самым, да? Но основной смысл музыки, что когда любое количество исполнителей на любых инструментах, 3 минуты 44 секунды, они сидят в тишине. То есть они не производят никаких шумоизвлекающих манипуляций. Они могут даже изображать игру. И вот все, что звучит в это время, и составляет контент этого сочинения. То есть люди могут кашлять там или еще какие-то. И там может быть абсолютная тишина. И каждый раз разное. Разумеется, но каждый раз тебя вдруг помещают в условия, когда ты задумываешься о смысле музыки как таковой, или конкретного этого сочинения, о том, какой может быть смысл как бы в бессмыслице. И даже когда ты об этом думаешь, да, вот происходит какой-то, я не знаю, ментальный какой-то квантовый сдвиг. И в конце этого сочинения, потому что все-таки это же все-таки действие, объединенное и сценой исполнителями, и зрительным залом. И вот какие-то волны, которые проходят, да, они все смешиваются. И к концу действительно происходит эффект драматической развязки все-таки. Здорово. Удивительно. Да, у нас все-таки вот рамка, которую нам задает Кейдж, вот пусть она у нас начнется как рамка для скриптонита. Да. Вот если да, если сразу к скриптониту. Смотри, 17-й год, то есть это практически время невинности еще, 2017 год. То есть это вот до всего, что сейчас вот это вот происходило, что людей там перевернуло, поменяло. И скриптонит сразу вот в 17-м году много чего пишет, но сразу две вот, скажем, композиции, про которые хочется поговорить. Одну я выбрал, одну ты выбрал. То есть первое – это положение из «Уроборос» альбома, и второе – животное. Которое выбрал я, да. Которое выбрал ты, да. Вот давай на самом деле начнем с положения. Вот что это такое с точки зрения… Я могу рассуждать исключительно как потребленец, да, потребитель. Потребленец, да, это круто. Да, вот этих продуктов культуры, да. Она может быть там высокой, низкой, там ниже пояса, за спиной и так далее, неважно. Это ты про что? Про то, что он матерится там? Нет, я про то, что культурой на самом деле можно называть не только так называемое высокое искусство и так далее, да. Оно просто еще не огранено. Все, что нас окружает, по сути дела, это культура, только еще не расставили по полочкам. Тогда, когда ворвался скриптонит, это было явление, скажем так, больше шоу-бизнеса. Когда вот пояс времени отодвигается, и ты можешь перспективу оценить, ты понимаешь, что это вот построенные памятники того музыкального времени, даже вот четырех-пятилетней давности, да. Он их зафиксировал, отразил, почему они до сих пор работают, потому что он точно уловил время, состояние и выразил его вот с максимальной точностью. Теперь это достояние культуры. Поскольку оно живет сейчас, оно может быть оттиражироваться, повторяться, оно устояло, да, и оно отражает не только взгляды наши вот на тот момент, но и изменения наших взглядов, которые с нами произошли за это время, их вот мутация какая-то. И тем не менее мы можем рефлексировать и на свое первое впечатление, и на вот то восприятие, которое сейчас… Можно ближе к телу, к композиции. К положению. Да. Я так полагаю, вот сейчас у скриптонита несколько другой период, возможно там переосмысление, анализа, или возможно какие-то, ну просто ментальный багаж сейчас у него намного круче. Естественно, да. Плюс, то есть, наверное, сейчас какая-то идет переоцифровка, я не могу судить. А тогда это все было больше похоже на стихию, такой напор. И, ну, живота… А, мы про положение. И там это слышно, например, потому как, я вот не про тексты, да, потому как инструментальная, скажем, вертикаль выстраивается. Там вот начало, если ты помнишь, да, там все сделано так, ну не то, что такими бледными красками, а все вот так скрадывается для того, чтобы голос работал, текст работал. Да, я просто совру, я просто совру, я просто совру. Потому что там текст убойный, и он постоянно, на первом плане, разумеется, он втягивает. Ты не можешь не задумываться. И там вот смесь всех вот этих противоречивых чувств вот этого поколения, я не знаю, возможно, там какого-то безвремени. То есть это уже и в экономике люди понимают, что, так сказать, времена там, да, больших успешных кейсов как бы прошли. И тебя как бы выстраивают в какой-то вот социальный ряд, и понимают, что ты там уже аутсайдер, и уже давным-давно, и шансов в тебя пробиться наверх никаких. Это ты сейчас, Тима, все исходя из… Из текстов. Из текстов или из музыки? Нет, пока из текстов. А вот и вот это состояние музыка изумительно подчеркивает, вот четко подчеркивает тот момент, когда она настолько не мешает, что ее слышно хорошо. Это вот реально не всегда получается у людей, которые играют, ну, сочиняют такого рода в этом жанре, скажем, да. Потому что всегда идет там вот какими-то шаблонами. А там, если ты слышишь на этом фоне, всегда идет какое-то развитие. Там нет каких-то заштампованных приемов. То есть там инструментальные линии, они вот живут. Они идут, идут. И я всегда оцениваю любой вид искусства, любой архитектуру там или науку, да, с точки зрения парадоксальности мышления художника. Если в песне есть хотя бы один момент, драматический, драматургический, когда я так, оу, вау. Это может быть вот какая-то вложенная эмоция очень вовремя и точно. И максимально вот точно исполненная еще, да. То есть, что называют, крик души. И вот эти вот по ходу движения, развертывания материала, да, когда такие точки встречаются как можно чаще, да, у тебя впечатление потом такое, что... В положении есть такая точка? Ой, я вот как раз к этому и вел, что я давно не слушал и вот вчера в машине послушал, сегодня слушал. Да, это работает. Вот ровно в тех точках, которые в первое впечатление были, я сейчас вот прям точные места не скажу, но я имею в виду по хрометражу. Но когда вот он пел в среднем регистре, пел, 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 рассказывал всю эту историю, и потом как бы сорвался на крик вот этот вот скачок вокалили, это вот, ну, я не знаю, у меня словарный запас, видимо, не такой богатый. Ну что, ты справляешься в целом. Но хотя бы пытаюсь. Так вот, вот этот момент, насколько это вовремя было сделано, насколько точно это было сделано, это вот прям вот, прям запоминается, да, вот. Да. Еще один такой момент был, и вот мы идем к концовке. Мы идем к концовке, и вот, скажем так, вся ритмическая группа уже молчит, и что-то такое как бы невнятное. Кажется, что ребята просто доигрывают. И ты вот начинаешь испытывать, ну, не то чтобы разочарование, потому что там вот были гитарные там, значит, куски, и в этих, кстати, гитарных кусках просто бомбически точно подобран тембр гитары. Потому что там можно крутить вот всякие разные, а там вот оно и режет, и как бы и ком в горле, понимаешь. То есть вот этот подбор, я не знаю, считают, ребят, ну, вообще такие вещи делаются на интуиции, да. Конечно, ты подбираешь какие-то варианты, все равно сравнишь, но все равно, вот как Битхоин писал когда-то, первый вариант самый лучший. Потом ты перебираешь еще 100, чтобы понять, что первый самый лучший. Возможно, это вот обычно такие попадания, да. Вот этот вот тембр гитарный, там практически не важно, что они играют, потому что, ну, соло там ненасыщенное, я имею в виду технически небыстрое, средний темп, и все это тебя держит. А потом вдруг они как бы бросают музыку, разворачиваются и уходят. И ты немножко такой разочарованный, она вот катится, 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 и вдруг хоп, и смерть. И ты, и я вчера вот такой, ну, шок испытал, потому что это было так внезапно, это было настолько опустошающе, ошеломляюще, что я такой, бау. Вот, вот эта драматургия, вот это просто чума. Мало того, что там описывается жизнь, так сказать, вербально, да, там что-то с кредитом было. Семья, да. И со всеми телами, и вот это, ну, ты понимаешь, вот как так-то, да, вот когда известие о смерти близкого человека, да, вот первая реакция, как умер, ну, в смысле, а как еще умирают. И вот здесь вот тоже так же, вот была, 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 катилась вся эта история, вся эта жизнь, и раз ее обрезали, это настолько потрясающе, убийственно, круто сделано, специально или нет, другое дело, но я же говорю, такие вещи получаются интуитивно. Но вот обрезать и вот такую точку поставить, она там же не точка даже, там за ней какая-то пропасть. Это, это вообще круто. И вот, ну, для композиторов в любом жанре, который использует, ну, любые, ну, разные средства, но, по сути дела, мы делаем одну работу, да, нам нужно выстроить дерматургию так, чтобы вот потом было вот так. Это и есть искусство. То есть искусство – это парадоксы. Хорошо. Тимур, прежде чем мы перейдем к композиции второй, которая, я боюсь, что ты будешь еще сильнее эмоционировать, и очень надеюсь, включишь второе дыхание, потому что, ну, трудно еще сильнее эмоционировать. Но, тем не менее, я хочу немножко процитировать самого отдела спектонита, да, то есть вот откуда, откуда топливо, откуда все это берется. Он в замечательном, вот, опять же, славный 18-й год, когда все еще было хорошо, но мы об этом не знали, да, он в таком подкасте участвовал «Мы вместе», да. И вот в этом подкасте он вот такие вещи говорил, вот как раз о том, что такое травма как топливо, да, то есть почему многие испытывают и переживают травму, но мало кто из нее делает такой творческий выплеск, как он. Он говорил, в 11 лет я уже знал, что хочу быть рэпером с микрофоном на сцене. А вот, а потом там совершенно другая идет игра, и он говорит, что в отношениях с девушками у меня все сводилось к тому, что я бомж, да, то есть у меня 21 год, я жил в Алма-Ате, и она стеснялась меня перед своими друзьями, потому что вот она была какая-то такая, вот, ну, вроде как деньги не важны, не самое главное, но в то же время я жил в студии, и у меня их никогда не было. Он говорит, конечно, то, что я сейчас как сумасшедший зарабатываю деньги, на меня повлияло, и вообще нормальные люди себя так не ведут, но то, что девушки меня любили, но им как-то было немножко стремно, вот, это очень сильно отложилось на мне как личности. Вот, это все 18-й год, его интервью, человек потрясающий из всего, что с ним происходило, делает творчество. То есть потрясающий из всего, что с ним происходило и происходит, извлекает вот этот самый лирический катарсис. Ну, это круто. Пожалуйста, поговорим про животных. О! Да. Там ведь и текст потрясающий, да, то есть я уже, сколько раз я слово потрясающее проговорил, ты не считал? Нет, я... Мне кажется, четыре. Хорошо, а все-таки, еще раз, это действительно потрясающе. Почему? Потому что там в соответствии вот этой возгонки, которая происходит, ритмическая и музыкальная, абсолютно идет один в один с возгонкой текста. Да, то есть там текст возгоняется, возгоняется, возгоняется и также идет возгонка музыкальная. Вот про музыкальную расскажи. Ну, я бы по-другому описал. Давай. Всю эту динамику. Нет, там сразу вот взлет и ты просто в космосе. Понимаешь? Эмоционально, ритмически, музыкально. Ну, Прокофьев называл такие вещи боевик. Мы называем, ну, долгое время... Ты что, правда, Прокофьев так говорил? Да, письма почитай. Здорово. Нет, я верю тебе, просто здорово. Боевик. Ну, он все-таки в Америке жил и работал, потом оттуда его перетянули опять в Советский Союз, да, все-таки русские композиторы и так далее. А так, да, он там был на гребне вполне себе там уровня Рахманинова. Какой делает боевик здесь в данном случае Адильский? Ну, это хит. Слушай, там это, когда вот такой материал, слушаешь, просто хочется быть возле сцены, голый по пояс, да, чтобы это все вваливало тебе вот прям просто все вот эти мега, как уровень громкости, децибелы, да, все долбили. Просто все отключается, там, то есть это чистая психосоматика. Настолько это все вот к моему темпераменту, как минимум, да, по моей музыке, конечно, не скажешь, что я вот такой, да, но это вот та движуха, которая, что такое шедевр в переводе с французского, да, образец для подражания. Вот для концерта вот, вот это образец для подражания. Это действительно нет смысла описывать, расклады какие-то давать драматургические, потому что все, там сразу очень высокий уровень, да, и покатило, и все. И ты там вот занырнул, и кайфуешь. Но это же очень трудно держать все время высокое напряжение и не попытаться сорваться ни вверх, ни вниз. Такие вещи искусственно не делаются. Такие вещи реально делаются на волне. Потому что там, если потеряешь импульс развития материала, то потом пауза может быть, чтобы вернуться в это состояние и продолжить работу над материалом, там разрывы могут. Но ты не имеешь права уже действительно опускаться. То есть тебе опять нужно собрать себя в такую, ну, знаешь, в какое-то такое вот ядерное состояние, чтобы вот эти все силы, притяжение, они опять заработали на полную. Вернуться, воспроизвести и дальше покатить. Чтобы этот материал на уровне вот этого накала не терять. Это безумная изматывающая работа. Безумная. Держать себя в такой ментальной, психологической форме, чтобы знать, что вот потом отдача от этого материала, она всегда будет такая вот высокого накала. Ты сейчас рассказываешь, как будто человек сидит и придумывает. Я сейчас вот так сделаю, так сделаю, так сделаю. Ну, получается, что это же просто действительно реально просто на драйве. На драйве. Просто драйв ложится на какое-то умение, на какой-то навык. Драйв ложится не только на умение и на навык. Драйв ложится... Навык. Драйв ложится еще и на состояние, когда ты и ментально, и физически, и эмоционально все подвел вот эти три составляющие к пику. Да-да, драйв. И вот удержаться на вот этом верхушке тонкого лезвия и не скатиться либо в эмоции, либо в интеллект крайне сложно. И там вот ты пробежал по этому лезвию, забежал и все. И значит, остаешься все время на пике. Материал ведь работает до сих пор, потому что втыкаешь и покатило. И ты просто там. То есть это настолько точное попадание в десятку, реально канон, реально вот шедевр, образец для подражания. Но я не уверен, что у других получилось так же хорошо именно такое драйвовое исполнение. Там четко слышно, как минимум, ну мне слышно с моими не очень развитыми ушами, как минимум две дорожки слышно, записанные, скажем, независимо друг от друга. И эти дорожки, они эмоционально разные. Как удается эти дорожки держать вместе? Я не знаю процесс, как происходил, видишь? Нет, как ты думаешь? Я знаю, что, как правило, такие, скажем так, фишки или находки происходят абсолютно спонтанно. Потом, о, смотри-ка, давай вот там вот, клево получилось, давай попробуем? Давай. Ага, погнали, перекрути. Послушай, слушай, а клево давай, и как? Потом это на тебя как-то влияет, к этому притягиваются еще какие-то элементы. И так вот строится, наверное, материал. То есть такая удачная находка, которая происходит всегда стихийно, и этот импульс нельзя терять. Иначе потом просядет материал. А здесь, вот как сделали тогда, вот так и до сих пор. То есть вот чем отличается материал скриптонита, команды, тем, что тогда было и заложено, и исполнено настолько все круто, продумано, не продумано, не важно, но сделано, правда, хорошо, и оно работает, вот время проходит, и оно все равно так работает. Так и определяется, наверное, качество музыки. Ну, по крайней мере, я для себя такие, наверное, тоже, скажем так, маркеры использую. То есть проходит время, я слушаю через год, через два материал, пытаясь его не как автор слушать, а как тоже потребленец. Слушаю. Да, это работает так же на меня, как и на другого человека. Чем тебе слово слушатель нравится? Ну, слушатель он, ну, не знаю, слушатель он, тут только одна часть какая-то, один орган чувств, а потребитель это все, вот ты просто хаваешь весь драйв, да, ритмику, эмоции. Да, хорошее же слово, емкое такое, мне кажется, более точное даже. Объяснил, считается. Спрашивай, и все объясняю. Спасибо, Тимур. А это все, да? Да, это все, а значит, что я хочу сказать, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, потому что мы имеем дело с этим самым искусственным интеллектом, который все просчитывает и потом позволяет вам нас находить быстрее. Поэтому, чем больше вы будете ставить лайков, подписываться и писать комментариев, тем быстрее мы к вам придем в следующий раз. Спасибо. Давай. Единственное, чего нет у искусственного интеллекта, это вдохновение, то есть парадоксов. А эмоциональный интеллект, над ним сейчас уже маска тоже работает. Пусть работает. Пусть работает, я тоже не против. Пусть работает, может, в конце концов, получится. От того, что он работает, ну, не факт, что у него получится. Так ты просто это почему говоришь? Ты не хочешь служить искусственному интеллекту, а ведь придется. Придется идти на поклон к нему, Тимур. Придется кланяться и говорить, пожалуйста, не выкидывайте нас на помойку. Ну, я не настолько пророк, как ты, чтобы знать наверняка, что будет там за углом. Я имею дело с материей, мыслящей там, как говорится, в своей голове и с тем, с чем она взаимодействует. С искусственным интеллектом мы идем как-то параллельно, скорее всего. То есть эти алгоритмы, я сейчас ведь и сам создаю алгоритмы, кое-какие там, да, связанные с работой и так далее. Но это на самом деле продуманность и последовательность каких-то действий, не более. С эмоциями, ну, конечно, общую палитру приблизительно создать можно. А вот парадоксы мышления, здесь все говорят, что нет таких мощностей сегодня, да, на планете, даже все вместе соедини. Не получится, ресурсов не хватит. Марат Гельман об этом говорил, что пока, к сожалению, это все даже не детский сад, а ясли. И действительно ресурсов всего мира пока недостаточно, чтобы это сделать. Да их даже стократно, это даже не ясли, это эмбриональный этап развития. Лиха беда начала. Ну, я не понимаю, почему ты так ратуешь как бы за искусственные интеллекты. Нет, я просто понимаю, что одеваться некуда, поэтому лучше заранее договориться. Понимаешь, потом с ним, конечно, я потом скажу. А я всегда, я правильно капу нажал, вовремя капу нажал, я сигнализировал. Это некоторые, понимаешь, не понимали, ваше величество, а я сразу был за вас. Какой ты ориентированный заранее, да? Конечно. Это не соломка, вот ты ее не подстелешь, конечно. Да я все равно рано. Ты меня расстраиваешь. Но, тем не менее, спасибо большое. Я тебя отрезаю. Хорошо, спасибо большое за разговор. Надеюсь, что, начав с Кейджа и закончив искусственным интеллектом, мы людей не слишком сильно отвратим от себя, и они нас все-таки будут смотреть. Спасибо, Тим. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok